Динара Бактебаева Динара, в каком бы вы фильме хотели сняться? В арт-хаусе. Мне очень интересна эта тема. Мне интересна конкретно сама работа режиссера с актером, потому что это немного другое. Так, какие вы песни любите от 2001? Раньше я была любительницей рока. Что-то вроде The Rasmus, Him, Nightwish, Tokyo Hotel. Ну, Tokyo Hotel — это поп-рок, но я недавно ездила на концерт даже. Да. Ну, сейчас я больше люблю... Разную музыку. Разную музыку я люблю. От рока почему-то отошла. Да. Наверное, это был мой подростковый период, когда формировалась моя личность, когда я любила уходить в себя, в поиски себя. Вот. И рока как никогда подошел бы под эту атмосферу. Так. Следующий вопрос от 105, Эйн. Здравствуйте, Динара. Хотела спросить, вы с Атерау или Жена Узена? Я думала до сегодняшнего дня, что вы с Атерау, а на днях вы указали, что родной город Жена Узен. Да. Я родилась в городе Жена Узен, но прожила я там всего-то три года, вот, и переехала в Атерау. Получается, всю сознательную жизнь я прожила в Атерау. Какие у вас планы на ближайшие пять лет? Это все та же 105, Эйн сдаёт. Не люблю загадывать, если честно. Буду работать, буду трудиться и наслаждаться жизнью. Есть ли желание помимо актерской деятельности освоить новую профессию? Я уже освоила новую профессию, это инженер-связист, вот, поэтому дальше что-то осваивать. Ну, скорее всего, я бы освоила специальность менеджмента, маркетинга, вот, а ещё я учусь рисовать сейчас. Так, как бы сложилась ваша жизнь сейчас, если бы не стали актрисой? Была бы инженером-связистом. Так, следующий вопрос от 262 Эльмира. Динара, скучаете ли вы по Атерау? О, да. Я безумно скучаю по Атерау. Очень давно там не была, ездила в прошлом году всего-то на три дня каких-то и то, ездила по работе, вот. Не успела насладиться моментами с родственниками, с друзьями, поэтому вот скоро как раз-таки собираюсь на свадьбу друзей. Так, следующий вопрос от Айсаном Костеева. Динара, как фильм «Он и она» изменил вашу жизнь? Какая жизнь у вас была до этого? И почему вы прервали столь длительные и серьёзные отношения со второй половинкой? Он и она как изменил? Ну, кардинально изменил мою жизнь, потому что если бы не он и она, в принципе, и не было бы стольких замечательных людей в моей жизни, которых я сейчас знаю. Всех этих моментов в моей жизни интересных, поездок и так далее, событий. Поэтому, ну, и как раз-таки увидела себя совершенно с разных сторон. Какая жизнь была у вас до этого? Студенческая, обычная жизнь. Как раз-таки, кстати, этот момент был у меня депрессивный, у меня была апатия, потому что мне не нравилась моя учёба, я скучала по своему родному городу и так далее. И тут бац, он и она. Так, и вот третий вопрос. Ну, насчёт отношений со второй половиной. Ну, бывает такое в жизни. Ничто не вечно. Вот и наши отношения распались. Но мы поддерживаем связь, мы до сих пор дружим. Поэтому это не такой вот финиш, скажем так. Отношения не раскололись. Так, следующий вопрос от Ти Дана Эй. Какой жанр кино вы предпочитаете? Я люблю фильмы-биографии, я люблю исторические фильмы и комедии, очень люблю. Динара, вы знакомы с узбекским актёром Акбор Жан Расулов. Классно. Классно, да, согласна. Сыздер Адима Жапсуздар. Да, есть такое. Вы классные. Следующий комментарий от Молбаева, 2001. Спасибо большое. Так, от Дина Страй. Ого. Как вы стали актрисой, Динара? Абсолютно случайная стала актрисой. Кастинг, он и она пришла, месяц проходила на пробы и, хоп, съёмки он и она. Ну, тяжело назваться, знаете, актрисой, потому что для меня актрисы это всё-таки гораздо сложнее, гораздо глубже, чем то, что я делала до этого. Поэтому всё ещё впереди. Вы очень красивая, тоже от Дина Страй. Спасибо. Мадика Сингер. Что посоветуете маленьким актрисам? Маленьким актрисам? Для меня был очень интересен процесс, когда дети, бах, и перевоплощались перед камерой. Перед камерой они играли просто офигенно, и для меня это было очень интересно. Мне кажется, даже детям легче справляться с ролями, чем взрослым, я так думаю. Поэтому что я посоветую? Я посоветую хранить себе вот эту вот детскую наивность, чистоту с периодом взросления даже. Не только как маленькой актрисе, а как человеку в первую очередь. Сколько вам платят от Асабырова? Миллионы, не поверите. Нет, если честно, не так много. Бывают по-разному, но я не скажу, что я зарабатываю очень большие деньги, чтобы взять и потом весь год не работать после какого-то проекта. Аружан.жм. Отличный сериал, мне очень нравится, актеры так хорошо играют. Желаю актерам творческих достижений и побольше таких казахстанских сериалов. Спасибо тебе большое, очень приятно. Читаешь такие комментарии, понимаешь, что не зря старались. Вот. И я абсолютно согласна с вами. Побольше бы казахстанских сериалов, где к работе подходят действительно с творческой стороны, действительно с таким большим трудом, с упорством. Потому что, ну, есть у нас такой опыт в казахстанских сериалах, когда сериалы просто-напросто штампуют. Вот. И... Поэтому я очень рада за этот проект, и я думаю, это не последний проект такого формата. И очень буду надеяться и ждать от казахстанского кино побольше интересных, качественных работ. Вот. Дина Жапарова. Динара, похожи ли вы характер на свою героиню Зауре? Динара, я скажу так, у нас есть схожесть конкретно в одном моменте, очень таком интимном. Вот. И даже когда на пробах я пришла, я отыграла ту сцену, которая очень была близка мне по сердцу. И режиссер сказал, все, мы утверждаем. Поэтому я думаю, что да, мы в какой-то мере похожи с ней. От Мика Мило. Я вас люблю, вы очень классные. Спасибо большое, мы вас тоже очень любим. Комедия, я, Арина Келет. Я даже так скажу, я уже снималась в комедиях, вот, поэтому мне всегда это интересно. Это очень забавно. Так, от Ариалум, точка Майданова. Ваша роль мечта? Хотелось бы сыграть героиню, похожую на героиню, девушку с татуировкой дракона, которая сыграла в роли Мара. Вот. Либо какую-нибудь Лару Крофт. Вот. В краснодарском кино такого еще не было. Очень хотелось бы. Ну вот и все. Я ответила на ваши вопросы. Спасибо вам большое за них. Спасибо за то, что вы интересуетесь нашей жизнью, за ваши такие теплые, искренние слова. Читаешь все это и наслаждаешься, понимаешь, что все то, что ты делаешь, ты делаешь не зря, а для вас. Смотрите сериал Заури.